В московской недвижимости предсказали очередной взрывной рост цен. Застройщики будут чередовать кнут и пряник. Как это будет выглядеть на деле? Через месяц мы повысим стоимость квартиры, а пока вот вам скидка. С вами юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Жмите свои лайки и мы начинаем. Рынок недвижимости вот-вот рухнет и цены на квартиру упадут до уровня себестоимости. Такие предположения высказывают не только обыватели, но и ряд экономистов. Однако на представительной бизнес-конференции по недвижимости эксперты опровергли подобные мнения. Напротив, спрогнозировали, что Россия стоит на пороге нового продолжительного подорожания жилья. Что происходит с покупателем сейчас? Почему резко снизился спрос на квартиры? Основных факторов четыре. Первый. Стоимость квадратного метра достигла исторического максимума. Второй. Рост доходов россиян не успевает за динамикой цен не только в недвижимости, но и в других сферах. Третий фактор. Общий тренд на шаринг-экономику. Когда вместо приобретения товаров или услуг люди арендуют их или обменивают друг с другом. Тоже в полной мере касается и жилья. Снимать его гораздо выгоднее, чем покупать. И, наконец, четвертый. Прекращение действия льготной ипотеки в московском регионе и Санкт-Петербурге. Как правило, после ажиотажного спроса наступает стагнация, которая продлится от нескольких месяцев до полугода. Рассказывает эксперт. В новостройках к новому году появятся акции на скидки от застройщиков. На вторичном рынке возобновится торг на уровне до 7%. Вряд ли больше. При этом цены продолжают рост. Будет ли этот рост постепенно прибавлять на уровне инфляции? Или же цены постоят на месте, а потом рванут резко вверх, как год назад, например? Угадать очень сложно. Эксперт выделяет три причины, которые будут толкать рынок вверх. Мировая инфляция. Необходимость улучшения жилищных условий и вновь открывшийся интерес к инвестициям в квартиры. Недвижимость будет вынуждена отыгрывать инфляцию. Причем инфляцию реальную, а не официальную. Которую власти сдерживают на специфическую корзину продуктов первой необходимости. Например, хлеб, сахар, пшено, гречка и так далее. Та инфляция, скорее всего, действительно составляет за год 4%. Но если смотреть на стоимость природных ресурсов и продовольственную корзину представителей, например, среднего класса, ситуация выглядит иначе. В первую очередь дорожают мясо, рыба, овощи. Причем не базовые, а более дорогие. И дорожают они куда значительнее, чем 4%. Кто-то думает, что никакого пузыря не будет. Вскоре будет побит исторический максимум средней стоимости квадратного метра в новостройках Старой Москвы, без учета элитного сегмента. Например, в августе 2021 года она впервые превысила 300 тысяч рублей. Но не приведет ли это, пусть не в ближайшее время, а через пару лет, пузырю? Говорить о возникновении пузыря я бы вообще не стал. Угроза создает скорее закредитованность населения. Не только в России, а во всем мире. Особенно в Европе и в Америке. Наши власти хорошо знают об этом. Они будут ориентироваться на мировые показатели. Причем властям выгодно, чтобы люди брали кредиты. И жилищный вопрос решается, и угрожа появляется стимул больше работать. Пересылайте это видео своим знакомым. Буду рад вашим лайкам и подписке на канал. До новых встреч, друзья. Пока-пока.